Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сразу хочу вас поздравить с первым днём лета, ну а также с днём защиты детей. Сейчас Томас проедет. Пойдём. Ну, в честь лета я сегодня сняла шапку. Ну и как вы видите, надела капюшон. Потому что, выйдя на улицу, я почувствовала, ну, как-то неприятненько, так как небольшой ветерочек, и всё-таки для меня это рановато снимать шапку. Я погорячилась. Ну, ничего, капюшон меня спасает. Хотя многие уже ходят без шапки. Мы идём по улице Ленинградская. Здесь улица уже заканчивается, переходит в лауреатов. Вон Софья, Мирошка. Сейчас я вам покажу ленинградскую. Меня просили несколько раз показать эту улицу. Ау! Иду, иду. У нас оставшиеся закупочки для Софьиного лагеря. Пойдём. И мы идём в новый магазин, который, вроде бы как, интернет гласит о том, что он уже открылся. Магазин «Кари». Он у нас раньше был на Ленинском проспекте. А сейчас переехал на лауреатов, как раз недалеко от нашего дома. В двухэтажное здание. Видимо, расширяет свою площадь. Вот посмотрим, открылся или нет. Надо купить Софье какую-нибудь сумочку. Сумочку, либо барсетку. Для того, чтобы в лагере было куда положить хотя бы телефон с собой. Лауреатов всех шестьдесят семь. Магазин «Эльдорадо». Один из двух магазинов в нашем городе. Ага, вон, видишь, Софья? Кари. Открыт, не открыт. Сейчас пойдём посмотрим. Пошли, Мироша. Давайте здесь, наверное, перейдём на светофори. И там пойдём. Вот улица Лауреатов. Крайняя улица в городе Норильске. Всё, зелёненький, поехали. А, нет, красненький. Чтоб был зелёненький, стал красненький. Мирошка, отходи. А то обрызгают. Софья вон успела отбежать. Поздоровайся, дочь. Мироша, поздоровайся. На улице сегодня пасмурно. Кое-как проснулась. Потому что такая погода сонная. Кое-как заставила себя встать с постели. Кругом грязь, кругом мусор. Ждём субботника. В Норильске, когда оттаивает снег, естественно, весь вот этот, извиняюсь за выражение, наружу. Но до первого субботника. После того, как проходит субботник, Норильске становится гораздо чище. И красивее. Да, везде, во всех городах субботники проходят к первому мая. А в Норильске только в июне. Ну вот, вроде открылись. Вроде с коробочками выходят люди, шарики. Сейчас, конечно, ассортимент хороший. Кроссовки всякие разные. Три пятьсот. Тысяча семьсот. Пять. Две тысячи. Ого, сколько кроссовок. Да? Выбор хороший. Здесь еще действуют бонусы, спасибо. Так что можно с хорошей скидкой приобрести что-то. Сезон охоты за подарками объявляем открытым до 31 мая. Мирончику шарик перепал. Карри. Ну-ка, покажи. Смотри, написано. Написано Карри. Криви? Да, Карри написано. Иди за Софью. Покупки в Карри с максимальной скидкой. Тогда карта Карри Клаб для вас. Узнаете подробности и получите карту на кассе магазина. И помните, если обувь, то Карри. Уважаемые покупатели, мы заботимся о вашем здоровье и здоровье наших сотрудников. ты будешься с сайта, если я насыркать не могу. Нет. Уважайте друг друга. Обязательно. Я там поеду. Ммм. Песет. Такую? Текстильная, да? Ну-ка, цену, цену посмотри. А, 399. Ну, слушай, и дешево, и сердито как раз тебе сюда. И телефончик влезет, да? Расчесочка там, зеркальце. Ну-ка, примерим. Это честный шандарь, который у нас дома? Да. Она одна такая? Все, больше нету. Последняя? Последнюю. Ну, давай, бери. Они уже маленькие, да? Пойдемте еще. Это мы зашли, на второй этаж поднялись. Пойдемте еще посмотрим, что здесь. Здесь мужская обувь на втором этаже, женская обувь, демисезонная, зимняя одежда детская, сумки. Привет! Списали у нас бонусы спасибо, и в итоге сумочка обошлась 84 рубля. Ничего мы больше не купили, мы специально шли за сумкой. А сейчас мы еще зайдем в аптеку, купим какой-нибудь спрей для того, чтобы она не обгорела на солнце. Все-таки мы надеемся, что в Анапе лето-то будет, что ребенок успеет позагорать. Потом надо купить какое-то средство от укусов комаров, потому что Софья говорит, комаров много, да, дочь? В прошлый раз, когда она ездила, такое средство ей понадобилось. Вот. Ну, в принципе, все. Зайдем в магазин, купим краску для волос, покрасим корни, чтобы она у нас поехала красивая. Ну вот, пришли мы домой из магазина. Давно я вам не показывала распаковочку наших, нашей продуктовой корзины. Мирошка сидит с петушком. В аптеке купили петушок. С чем петушок? С ясными ягодами. Да. Вот за это все мы отдали 2 800. Как Софья сказала, ничего не купили и отдали 3 000. Ну, вот это вот у нас все уйдет. Дранту даже. Молочко после солнца и молочко защитное. Это у нас Софья в детский лагерь. Всякие женские косметические штучки. Купили огурцы гладкие 465 рублей. 2 огурчика на 271 рубль. Помидоры розовые 639 рублей. Но эти помидоры самые дорогие были в магазине. Еще по 500. 540 были, 560. Были сливки, черри. Это самые дорогие. 2 помидорки на 264 рубля. В общем, огурцы по 2 огурчика, 2 помидорчика обошлось 500 рублей. Печень говяжья 327 рублей за килограмм. Так, сосиски вязанка 402 рубля килограмм. Печеньки 359 рублей за килограмм. Ой, правда, простите. Так, колбаса Астория МПК наш мясоперерабатывающий комплекс килограмм 493 рубля. Кусочек 174 рубля полкилограммчика. Сыр российский 589 рублей за килограмм. Так, кефир завтра с утра сделаю оладушки. Кефир наш норильский 59 рублей. Молоко сгущенное. Так, 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 где у меня тут молоко сгущенное? Молоко сгущенное. Молоко в лучших традициях 69 рублей. Вот оно, молоко 69 рублей. Попробуйте. Так, а, молоко сгущенное 65 рублей. Ну вот, вот эти наши покупочки на сегодняшний день составили 2800 рублей. Правда, что-то мы ничего толком и не купили съестного, ни мясного толком. Ничего, и отдали почти 3000 рублей. Ждем уже первую баржу. Свежие и вкусные овощи. Я думаю, овощи с первой баршей подешевеют. Ну, вот, на этом все. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пока-пока!